Привет всем, мы с Украины. Сегодня поговорим о цилиндрах Шерлок. Вообще о цилиндрах с комбинированными элементами секретности. Ну, я не знаю, как правильно это говорится. Но простым языком тут два вида секретов. То есть ряд пинов и сайдбар. Что такое сайдбар? Это простым языком баланс, за который отвечают слайдера. То есть довольно такой популярный профиль. В данном случае это бренд Шерлок. Но в том числе первый раз я встретился с этим профилем. Это были цилиндры Magnum Superior. Затем такой же профиль появился. Ну, я использовал даже профиль цилиндры Яли, цилиндры Апекс, цилиндры Хродлок и еще много других. То есть это разные бренды, но профиль один и тот же. То есть, например, у меня есть в данном случае цилиндры Яли. Все то же самое. Те же пины, тот же дорожка под 100 грамм. Вот мы берем ключик от Шерлока и тот же профиль. То есть, естественно, устройство цилиндра идентично, как у Шерлока. Мы работаем с цилиндрами Шерлок. Почему мы с ними работаем? То есть брендов много, но почему мы с ними работаем? Потому что в зависимости от производителя, цилиндр разряжает разным количеством пинов. То есть, конечно, на это играет и роль цилиндра. То есть, чем длиннее цилиндр, тем больше пинов. То есть, например, в данном случае 9 пинов. Вот считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пинов. В простом стандартном цилиндре стандартной длины шесть пинов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и там, и там, четыре, либо... Я встречал и пять слайдеров. Все бывает по-разному. Вопрос не в этом. Вопрос в том, сколько высот использует на пинах каждый производитель. То есть, некоторые шамане делают все лишь две высоты. Шерлок достаточно хороший производитель. Недостаточно хороший производитель. Он использует четыре высоты. То есть, эти цилиндры в том числе можно даже использовать в мастер-системах. То есть, цилиндры достаточно надежные. Мы говорим о китайских цилиндрах. Сразу обозначаю, что мы говорим о китайских цилиндрах. Соответственно, цена тут недорогая. И основная их направленность – это защита от хамского вида открытия. То есть, хамских видов. Что такое хамский? Ну, допустим, гастравлеры прибежали. Что им надо? Побыстрому сломать цилиндр. Либо склопнуть какой-то китайской самоимпрессией. Либо прочесан пробить. То есть, более-менее неплохо, вернее, неплохо эти цилиндры и за счет еще цены защищают от этих видов открытия. Реально защищают. Потому что у нас были случаи, когда эти цилиндры атаковали и не смогли открыть. От перелома, в том числе, здесь защищает соединительная плата. Вот я как раз покажу. У меня есть прорезанный цилиндр. Мы на нем посмотрим все нюансы. Ну, тяжело, конечно, будет сфокусироваться. Попробуем. Я не вижу фокус. Вот здесь находятся пины. В том числе есть и фигурные, и грибовидные пины. Это надо помнить. С другой стороны будут видны сами слайдеры, которые отвечают за баланс. Вот. И цилиндр и соединительная плата, которая в том числе является защитой от перелома цилиндра по отверстию соединительного винта. То есть, плата действительно очень неплохая. Сейчас мы раз посмотрим. И реально были рожательные истории, когда ребята пытались ломать этот цилиндр и ломали корпус замка. То есть, мы так поржались с этой ситуацией. Вот. То есть, для китайцев все достаточно сделано неплохо. Обратите внимание, что винты даже с проклейкой, винты неплохие. Еще и откручиваются. Вообще чудеса. Пальца усилия мне не хватает. Вот таким образом выкручиваем. И вот сама плата. То есть, она достаточно крепкая. Цилиндр собирается очень легко по длине. То есть, ну, все очень миленько. Опять же, повторю, это китайский цилиндр, но довольно неплохой. Ну, а теперь посмотрим, как я его юзаю. Вот. Как этот цилиндр можно поюзать. Или, вернее, как юзаю его я. Начнем со стандартного цилиндра. Со стандартной длины, скажем так. Стандартной длине. Тут 6 пинов всего лишь. Я использую такую мучку двухстороннюю. То есть, можно атаковать с правой стороны. Можно атаковать с левой от стенки. То есть, мне сейчас удобнее сидеть. Таким образом я буду атаковать с левой стороны. Вот. И заходим в сам цилиндр. Проверяем наличие какие-то затиров. Затиров. Что-то у нас щелкает. Ну, вот цилиндр дает сработку. Ну, что нам... Про что он это нам говорит? Про то, что пины чуть-чуть сместились. То есть, вернее, пины стали на место, плав чуть-чуть сместился. И, по идее, должен появиться затир на слайдерах. Для слайдеров я использую такую вот палочку-колупалочку. В принципе, можно использовать иголку. Кому как удобно. То есть, я использую такую штуку. Мне удобнее сбоку заходить. И доставать до... И самого... Как его ближнего высоты слайдера до самой дальней. Вот таким вот образом поворачиваем. Лак провернут. В комментах ребята там писали, что не всегда я проворачиваю тумблер сам. Ребята, это исключительно из-за линия. То есть, для каждого модели цилиндров, разное устройство переталкивать. Или я использую разные иголки. Но не всегда мне просто... Ну, иногда мне просто лень это сделать. Ну, то есть, ходить и буду проворачивать. И сделать такое. Это не значит, что... Как его... Что... Это невозможно. Зацепляем таким вот образом. Ну, и проворачиваем кулачок. То есть, в принципе, тут не бог весть, какое чудо. Вот. Но, замещание ущтем, я говорю. Это опять же, все только исключительно из-за линии. То есть, видно, что в данном случае... Кулачок не крутится с иголкой. Все миленькое, шоколадное. Это все хорошо. Но, опять же, напомню, что цилиндры имеют разную длину и разное количество секретов. То есть, поюзаем, что-нибудь поинтереснее. То есть, в данном цилиндре 9 пинов. Вот. Будем работать все то же самое. Заходим отмычкой. Какие-то там щелчки. Еще что-то. Ну, пинов много. Идет какая-то сработка. Напомню, что есть и какие-то грибовидные пины. Поэтому, вот, я еще один раз вернул с разворотом плавка. То есть, по грибовидным работает точно так же, как обычный цилиндр. Ну, и цилиндр дал небольшую сработку. Попробуем, что у нас происходит со слайдерами. Палочка-колупалочка пролазит. То есть, затиров таких вот откровенных нет. Поэтому попробуем на каждом слайдере, что будет проходить. Что будет, может появиться затир. Ну, вот, я чувствую один затир. Отодвинул слайдер. Вот тут я тоже чувствую затир. Еще, еще. Ну, вот, еще один слайдер поправился. Цилиндр длинный. Я сразу возьму подлиннее натяг, чтобы была возможность пропетлять линию слома. Ну, вот таким вот образом. Вот такая вот история. То есть, в принципе, цилиндры недорогие. Самая главная их особенность, то, что цилиндры недорогие. Второй нюанс, что они достаточно неплохо защищены от хамских видов открытия. Всем привет. Всем хорошего настроения. У нас сегодня целый день вводят сирены. Ну, я всем пожелаю, чтобы меньше было у всех проблем и не было войны.